Всем привет! Смотрите, как исправить следующие ошибки при обновлении операционной системы Windows. Данные ошибки возникают при попытке обновления версии или выпуска операционной системы, а также при обновлении до Windows 11. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. При обновлении многие пользователи операционной системы Windows сталкиваются с такими ошибками. Это происходит при попытке установить ожидающие обновления обычным способом и через помощника по обновлению. Ошибки обновления были замечены как в 10-й версии Windows, так и Windows 11. Далее в видео я покажу несколько методов, как исправить данную ошибку и обновить операционную систему до последней версии. Причины, по которым могут возникнуть подобные ошибки, следующие. Сбой центра обновления Windows, повреждение системного файла, неисправные компоненты центра обновления Windows, неверный язык региона. VPN или прокси-сервер конфликтует с центром обновления Windows. Чтобы добиться наилучших результатов, используйте методы в представленном порядке. Первый метод – запуск средства устранения неполадок центра обновления Windows. Windows 10 и 11 включают в себя довольно надежное средство устранения неполадок обновления Windows, которое может просто решить проблему автоматически. Для запуска средства Windows 10 откройте «Пуск», «Параметры», «Обновление безопасности», «Устранение неполадок», «Дополнительные средства устранения неполадок», «Центр обновления Windows», «Запустить средства устранения неполадок». Windows 11 откройте «Параметры», «Система», «Устранение неполадок», «Другие средства устранения неполадок», «Центр обновления Windows», «Запуск». По завершении процедуры перезагрузите компьютер и посмотрите, решена ли проблема. Если ошибки не пропали, переходите ко второму методу. Второй метод – запуск сканирования. При повреждении файлов, используемых компонентом центра обновления Windows, установка обновления может завершиться неудачей. Выполнив проверку и восстановление системных файлов, вы можете исправить данные ошибки. Для запуска средства сканирования откройте командную строку от имени администратора. В поиске пишем «ЦМД». Запуск от имени администратора. Далее введите следующую команду – «SFC Scan Now». После запуска сканирования не закрывайте окно и не призагружайте компьютер, пока процесс не будет завершен. В противном случае ошибок может добавиться. По завершении сканирования закройте командную строку и перезагрузите компьютер. Затем попробуйте установить обновление еще раз и посмотрите, удалось ли его установить. Если проблема не решилась, запустите следующее сканирование. Для запуска сканирования DISM вы должны быть подключены к стабильному интернет-соединению. Копии поврежденных файлов будут грузиться из сети. Когда сканирование будет завершено, перезагрузите компьютер еще раз и посмотрите, решена ли проблема. Если нет, переходим к следующему. Третий метод – сброс компонентов в центре обновления Windows вручную. Если предыдущие методы не дали результатов, попробуйте вручную сбросить компоненты обновления Windows. Для сброса всех компонентов обновления Windows запустите командную строку от имени администратора и выполните по очереди следующие команды. После закройте командную строку и перезагрузите компьютер. Проверьте, исчезла ли ошибка. Четвертый метод – изменение языка региона. Оказывается, неправильно установленный регион может быть причиной данной ошибки. Откройте параметры Время язык Регион Затем перейдите в меню справа и выберите из раскрывающего списка страна и регион нужный. Затем ниже убедитесь, что вы используете рекомендуемый формат региона. В Windows 11 откройте параметры Время язык Язык и регион Выберите нужный регион и формат. После перезагружаем компьютер и проверяем обновление. Пятый метод – удаление провайдера VPN или прокси. Также данная проблема с обновлением может быть из-за VPN клиента или прокси сервера, которые не принимаются с сервером Windows Update. Для удаления приложения откройте параметры Приложение Найдите в списке конфликтующий VPN или прокси, выделите его и нажмите «Удалить». В Windows 11 для удаления приложений откройте параметры Приложение Приложение возможностей Найдите в списке приложения Кликните по трем точкам напротив программы и выберите «Удалить». После удаления программ, которые блокировали установку обновлений, заново проверьте, осталась ли это ошибка. Шестой метод – очистка папки кэша от центра обновлений. Данная папка Software Distribution отвечает за временное хранение важных файлов обновлений, необходимых Windows для выполнения обновлений Запустите командную строку от имени администратора и выполните следующую команду для остановки службы Windows Update и следующую для остановки фоновой службы передачи. Затем откройте проводник и перейдите по следующему пути. Выделите все содержимое папки и нажмите клавишу Delete. Откройте командную строку и перезапустите службы. Седьмой метод – установка неудачного обновления вручную. Обновление можно загрузить и установить в ручном режиме. Это поможет, если ошибка вызвана утилитой обновления Microsoft. Откройте браузер и перейдите по ссылке в каталогу загрузки обновлений Microsoft. Затем в строке поиска в верхнем левом углу экрана найдите обновление, которое не работает с конкретным кодом ошибки. Загрузите нужные обновления. Далее перейдите в папку загрузок, найдите скачанный пакет и запустите установку файла. Восьмой метод – обновление Windows 10 с помощью утилиты Windows Upgrade. Если вам нужно обновить версию десятки и предыдущие методы не помогли, воспользуйтесь утилитой Windows Upgrade. Скачать ее можно с сайта Microsoft. Запустите утилиту от имени администратора и кликните по кнопке «Обновить сейчас». После чего начнется процесс обновления. В процессе обновления компьютер может несколько раз перезагрузиться. Имейте в виду, что данный способ может произвести чистую установку операционной системы. Все ваши программы в результате будут удалены. Документы пользователя в таком случае будут лежать в папке Windows Old. Девятый метод – обновление с помощью утилиты Media Creation Tools. Если ничего не помогло, загрузите инструмент Windows Media Creation Tools и попытайтесь обновить Windows с помощью этого инструмента. Он загрузит свежий ISO образ Windows и возьмет файл из этого образа для обновления вашей Windows. Скачайте утилиту с сайта Microsoft. Запустите ее. Затем выберите здесь «Обновить этот компьютер сейчас» и нажмите «Далее». Дождитесь завершения и посмотрите устанавливается ли обновление компонентов Windows. Десятый метод – чистая установка или сброс системы. Если ни один из представленных методов не помог исправить проблему, единственный вариант получить обновление – выполнить сброс системы. Данная процедура сбросит все компоненты Windows, но позволит сохранить личные данные, включая фотографии, видео, изображения и приложения. Подробное видео уже есть у нас на канале, смотрите по ссылке в описании. Не менее эффективным способом будет выполнить чистую установку, но имейте ввиду, что это приведет к потере всех личных данных. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло решить вашу проблему. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока.